Девушки отдыхают Когда я зашел в помещение, где находилась выставка, мне вручили билет, на котором были записаны имя и фамилия пассажира «Титаника». Проходя по залам, просматривая все то, что осталось с этого знаменитого парохода, человек неизбежно умолкает. Возможно, даже волнуется, потому что помнит, что более полутора тысяч человек погибли в эту ночь в апреле 1912 года. Перед выходом из выставки была возможность вводить имя и фамилию, которые записаны на билете в компьютер, чтобы узнать судьбу данного пассажира. И так я узнал, что пассажир, которого я представлял, исчез в водах Атлантического океана в ночь кораблекрушения «Титаника». Меня это удивило, и я прочел дополнительную информацию о данном пассажире, который погиб в эту ночь, в то время как многие другие были спасены. Тема моего послания «Бог желает спасти всех на борту». В книге «Деяния» 27 главе записана очень динамичная, красивая и мощная история. Речь идет о кораблекрушении судна, на котором находился апостол Павел. «Деяния» 27 глава дает очень подробное описание того, что произошло, когда заключенный Павел и еще 280 человек находились на этом корабле. Корабль отправился из Финикии, приплыл в Кипр, плыл мимо тюркских побережий, приплыл в Крит и там ждал более благоприятных условий для плавания. Слово Божие далее учит нас очень точным образом. Апостол Павел, будучи простым заключенным, получает слово от Бога, прежде чем корабль вновь в состоянии отправиться в плавание. Бог говорит ему о том, что не нужно отправляться в плавание, так как будет буря. Однако сотник доверяет кормчему и начальнику корабля, которые предпочитают положиться на свой опыт. Никто не обращает внимания на инструкцию, которую получил Павел, простой в их глазах заключенный. Корабль отправляется, и спустя совсем немного времени происходит катастрофа. Поднимается бурный ветер. Вы можете прочитать об этом в 27 главе книги Деяний. Но, несмотря ни на что, апостол Павел остается спокойным. Он страдает так же, как и все остальные. Он находится на том же корабле, что и все остальные. И Бог с ним вновь говорит. Он говорит ему, «Павел, я люблю всех на борту и желаю спасти всех на борту этого судна». Павел встает и говорит, что все спасутся. Но корабль будет потерян. Несколько дней назад никто не послушал того, у кого было Слово от Бога. А теперь, в результате катастрофических обстоятельств, тот, у которого есть актуальное Слово от Бога, услышан. Возможно, с вами произошло что-то подобное. Вы пытались делиться Словом Божьим, но люди посмеялись. Они издевались над вами, не обратили на вас внимания. Но, возможно, обстоятельства изменятся и будут способствовать тому, что люди будут искать того, у которого есть актуальное Слово. Апостол Павел ободрил людей на борту, и на него были устремлены глаза всех. Они хотели услышать Слово от Бога посреди бури. Никто не погиб, но корабль был потерян. Я знаю людей, которые говорят, я не хочу следовать Слову Божьему, не хочу стать христианином, потому что мне придется отказаться от того или этого. Я не смогу жить так, как я хочу. Но это заблуждение. Те, кто так говорят, не знают качество жизни, которую предлагает Бог. Бог предлагает такое качество жизни с избытком, что то, что мы боимся терять, на самом деле не стоит ничего по сравнению с предложением. Вы настолько обогащены Божьим присутствием и общением с Ним, что то, что вы боитесь терять, не стоит того. «Корабль был потерян». Мы должны задать себе вопрос, не будут ли те вещи, которые мы потеряем, не услышав и не приняв Слово Божие, намного ценнее, чем то, что мы боимся терять на данный момент. Если вы теряете душу, вы действительно проиграли. Если вы теряете вечную жизнь, рай, то вы действительно проиграли. Апостол Павел говорит, «Все люди на борту будут спасены, но корабль будет потерян». Он также дает инструкции, необходимо всем оставаться вместе. Не надо рассеиваться и пытаться спасти себя самому. Нужно оставаться вместе и найти выход вместе. Нужно вместе пребывать под Словом Божьим. В этом сила. А затем нужно принять пищу. Павел несколько раз говорит о том, что нужно сейчас поесть. Столько людей не посвящают время тому, чтобы принять пищу. Да, может быть, читают несколько стихов в день, но нужно питаться Словом. Дорогие друзья, вдохновляю вас правильно питаться этим Словом. Пусть это Слово станет для вас твердой пищей, которая позволит вам выдержать испытания, неблагоприятные условия или трудные времена, с которыми мы можем сталкиваться. Питайтесь сегодня, и у вас будут силы на завтрашний день. Далее апостол Павел получает Слово о том, что нужно пристать к берегу. Они найдут место спасения. Он даже говорит всем, кто не умеет плавать, чтобы они держались за доску, и голова таким образом останется над водой. Господь говорит нам, что Он никогда не испытывает нас сверх сил. Ты всегда сможешь оставаться на плаву и держаться за что-то. Ты сможешь держаться за то, что ты уже прочел и понял. Держись за это Слово Божие, ты никогда не утонешь. Все на борту спасутся. Бог любит всех заключенных, всех тех, кто делал зло. Сотника, кормчива, начальника корабля. Все были драгоценны для Бога. Все доплыли до этого маленького островка спасения под названием Мелит. Итак, они были спасены, и Бог хотел, чтобы они теперь прикоснулись к Божьей силе. В 28 главе мы читаем о том, что змея укусила руку Павла. Все подумали, что он вот-вот умрет, так как боги наказывают его. Но ничего не произошло, и все были впечатлены Божьей силой. Таким образом, все приняли Слово Божие и получили истинное спасение, поверив в имя Иисуса Христа. Бог желает спасти всех, кто вместе с вами на борту. Вашу семью, ваше окружение. Бог желает спасти каждого без исключения, каковы бы ни были обстоятельства. Доверяйте Богу, почитайте Его Слово, и вы приплывете к пристани. Вы не потерпите кораблекрушение, подобно Титанику, который утонул и остался на дне океана. Подобно Павлу, вы потеряете корабль, но все на борту будут спасены. Пусть Бог благословит вас, вдохновляю вас серьезно относиться к Слову Божьему и, как Павел, получить точное слово для конкретной ситуации даже посреди бури. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok